Программа «Болошах» станет более эффективной. Минобразование и науки уже работают над этим. В частности, создаются целевые программы, гарантирующие стипендиатам по возвращении на родину рабочие места. О том, что еще необходимо сделать, чтобы уникальная госпрограмма стала более совершенной, говорили в Акурде на заседании Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом. Государственный секретарь Республики Гульшар Абдекаликова подчеркнула, масштабное инфраструктурное развитие страны и активизация бизнес-сотрудничества вызывают острую потребность в менеджерах высокого уровня. Особенно значима высокая квалификация кадров для выполнения намеченных президентом страны планов и задач, определенных им в программе Нурлыжол. Здесь важно не количество, а качество обученных специалистов. Инвестиции, вложенные в каждого стипендиата, должны быть приумножены и возвращены в виде новых знаний во благо развития экономики страны. Мы должны точно подходить к потребности каждого региона с учетом его экономической привлекательности и конкурентного преимущества. Потребности, я могу сказать, что они гораздо больше, чем они пришли. Десятки тысяч людей сейчас нужно на реализацию проектов и Нурлыжол, и второй пятилетки эфира. Я могу сказать, что сегодня 200 тысяч новых рабочих мест будет созданы только при строительстве автомобильных дорог. Сегодня же решением комиссии присуждены стипендии. Их 224. В основном это магистранты и докторанты. И, как отметили в Минобразовании и науке, со следующего года языковые курсы по программе Булашах будут проводиться в Казахстане. Сейчас для изучения языка студентов отправляют за границу, в основном в страну обучения. Нововведение позволит сэкономить средства и увеличит количество претендентов, проходящих языковую подготовку. Программа Булашах будет более эффективной, более сфокусированной с тем, чтобы мы готовили кадры уже непосредственно под конкретные рабочие места, под приоритетные направления. В целом, как я сказал, за 20 лет программы Булашах более 10 тысяч молодых людей, казахстанцев, смогли получить качественное образование за рубежом. И, несмотря на возможные финансовые проблемы и так далее, все равно эта программа остается приоритетом.